Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем говорить о том, насколько просто, насколько сложно устроен наш организм, насколько легко делать детей с точки зрения нашего гормонального здоровья. Мы находимся в таком вихре переживаний, стрессов. Наша жизнь всё время ускоряется. Наша молодёжь находится под нагрузкой постоянных экзаменов, обучения, различных соблазнов. О том, как развивается организм, как современным в этом мире дать здоровую жизнь следующим поколениям. Об этом мы поговорим сегодня в нашей программе «Репродуктивное здоровье. Здоровье женщины». И сегодня мы продолжаем наш специальный цикл «Популярная эндокринология». И у нас в гостях автор цикла, член-корреспондент Российской Академии наук, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Георгиевна Мокрышева. Здравствуйте, Наталья Георгиевна. Добрый день. Наталья Георгиевна, мы в нашем цикле постоянно говорим о том, что влияние эндокринной системы, оно всеобъемлющее, о том, что здоровье человека фактически определяется еще в утробе матери. И от того, какие проблемы, какие стрессы, какие осложнения происходят с матерью, все это закладывается и наносит отпечаток на дальнейшее развитие организма мальчика или девочки. Но я вот подумал, и возникает логичный вопрос. Ведь если это все закладывается фактически с эмбриона, то что происходит с организмом девочки, женщины? Как правильно закладывается вот это эндокринное здоровье именно репродуктивной функции? Насколько репродуктивная функция женщины зависит от состояния эндокринной системы и правильной работы всей гормональной настройки человека? Разумеется, вся эндокринная система и вся ее деятельность направлена на то, чтобы создать сбалансированный человеческий организм с хорошим уровнем всех метаболических процессов, с хорошим фоном для жизнедеятельности сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы, нервной системы и всех-всех систем организма. И малейшие сбои в эндокринной системе приводят и отражаются на работе всех систем и органов. И женское репродуктивное здоровье, коль уж мы начали сегодня с вами именно с женского репродуктивного здоровья, конечно, также зависит от всех процессов в эндокринной системе и у мамы, и у папы, и, собственно, самой девочке, как она будет развиваться, насколько будет сбалансировано питание, насколько будет правильно поступление микроэлементов и витаминов в ее организм, как благополучно будет работа ее нейроэндокринной системы, и та самая железа, о которой мы уже говорили с вами в прошлый раз, гипофиз, как она будет функционировать, вырабатывать гормоны, которые обеспечивают закладку репродуктивной системы девочки, и насколько сбалансированы все эти системы с каждым годом жизни. И мы понимаем, что в разные периоды работы женского организма и развития женского организма продукцируется разный уровень гормонов, оказывающих влияние на репродуктивную систему. Поэтому вот врачи-эндокринологи на различных этапах жизни наблюдают за женским организмом и, если есть необходимость, корректируют, начиная с очень мягких каких-то средств, очень серьезно, я вас уверяю, можно подкорректировать состояние репродуктивной системы ее формирования и ребенка, и подростка различными нормами питания, физической активности с уровнем стресса и так далее. И, конечно, и состояние нервной системы очень серьезно отражается на работе формирования репродуктивной системы женщины, как мы уже говорили, нервная и эндокринная системы связаны очень прочно и оказывают влияние друг на друга очень мощное. Я напомню, что вся репродуктивная функция и основные женские половые гормоны это эстрогены и прогестерон. Эстрогены – это группа гормонов, которые вырабатываются в яичниках и обеспечивают все формирования всех вторичных признаков женщины, формирования ее скелета, готовность к поддержанию фертильности, готовность к родам, закладка всех вторичных признаков и создание уровня гормональной обеспеченности будущей женщины. И прогестерон – это гормон беременности, который создает все предпосылки для возможности возникновения беременности. Вот эти два основных гормона. Помимо этого, есть гормоны андрогены, у женщины тоже вырабатываются андрогены, это такие гормоны сексуальности, активности. Разумеется, они немножко по-другому работают в меньшем количестве, чем у мужчин, но они создают, несут очень важную функцию также. Во время беременности мы знаем, что вырабатывается гормон хорионический гонадотропин, который обеспечивает все закладки организма, малыша в том числе. Ну и разумеется, не только репродуктивная эндокринная линейка обеспечивает закладки у полога, и в зависимости от того, как работает щитовидная железа мамы, достаточно ли гормонов вырабатывает она, например, это основа для правильной закладки всей нервной системы. И дефицит гормонов щитовидной железы у будущей мамы должен обязательно быть выявлен до наступления беременности для того, чтобы вся закладка, даже возникновение, первые этапы возникновения беременности произошли на фоне нормального уровня гормонов щитовидной железы. Получается, что у нас есть большой оркестр, который каждый орган гормональной системы выполняет свою партию, ведет свою партию, но есть и солисты, которые определяют собственно здоровье репродуктивной системы. Вот эстрогены, прогестероны, это солисты, к ним подключаются и щитовидка, если надо, пищеварение поджелудочное, и всё это вместе. Если они сбиваются, получается какофония, где тяжело организму разобраться, собраться и заложить уже основы здорового репродуктивного акта рождения ребёнка. Так я понимаю? Совершенно верно. Я уже говорила, что эндокринная система это тот самый очень гармоничный и требующий настройки и контроля оркестра, как вы правильно выразились. Я могу даже вот банальные такие наши проблемы, избыточная масса тела, избыточный вес, проблемы ожирения, о которых мы часто говорим, они также оказывают своё влияние на формирование репродуктивной системы, потому что если избыток определённых гормонов, которые регулируют метаболизм жировой ткани, либо углеводный обмен, либо гипергликемия, состояние, которое характерно для сахарного диабета или преддиабета, все эти субстанции, они также действуют на выработку гипофизом гормонов, регулирующих закладку репродуктивной системы, на формирование клеточек в яичниках женщины, либо в яичках мужчины, на сперматогенез, на различные процессы репродуктивной системы и так или иначе оказывают влияние на возможность, прежде всего, возможность получения потомства у пары. Я должна сказать, что вы, наверное, знаете, хотя, может быть, вы этого не знаете, что около 20% пар, создаваемых в мире, страдают бесплодием. 20%? Да, 20% пар страдают бесплодием и так или иначе сталкиваются с проблемами возникновения беременности. А 60% этих беременностей, которые наступили, но не были доведены до результата, вот они в основном либо по генетическим причинам, нарушениям каким-то прекращаются, либо по метаболическим. А метаболические, как вы понимаете, это прежде всего обусловлено дисбалансом эндокринной системы. Правильно я понимаю, что в данном случае, когда речь идет о здоровье будущего ребенка или о его правильном зачатии, то в данном случае важно, мы будем еще говорить отдельно о здоровье, о гормональном здоровье мужчины с точки зрения репродуктивной функции, но получается, что надо, чтобы и будущий отец, и будущая мама подготовились определенным образом к тому, чтобы ребенок получился здоровым, крепким. Ну и семья была, естественно, здоровой и крепкой в результате. Совершенно верно. 60 процентов, опять 60, как-то так получается, процентов пар, имеющих бесплодие, испытывающих сложности с возникновением беременности, у них уже есть эндокринные нарушения, которые так или иначе влияют на возможность возникновения беременности. И даже банальное ожирение, о котором я уже говорила, оно также может препятствовать возникновению беременности и со стороны будущего папы, и со стороны потенциальной мамы. Поэтому, конечно, мы практикуем и убеждаем все молодые пары, и не только молодые пары, всех потенциальных родителей, которые хотели бы иметь детей, предварительно проводить очень серьезное обследование, есть стандартный набор обследования, он с одной стороны стандартный, с другой стороны эндокринолог под каждую пару разрабатывает и дорабатывает его в зависимости от ситуации. Но вот этот набор обследования эндокринной системы, он очень важен для того, чтобы повысить шансы возникновения беременности и улучшить перспективы развития плода и рождения здорового малыша. Фактически мы говорим о некой норме, которая связана с тем балансом, заложенным в нашей эволюции и развитии организма. И получается, что бывает же, что девочки, мы говорим об ожирении, но есть девочки, которые гонятся за какой-то эталоном модельной внешности, худеют невероятно, ведь там же тоже возникают просто зверские проблемы с репродуктивной функцией, и это другая крайность, то есть это как два полюса. Это обратная сторона медали, и девочки кисостенизации, с кахексией, они имеют просто объективно на поверхности лежащие проблемы. У них нарушается репродуктивная функция, выработка гормонов, у них нарушается менструальный цикл, они уже теряют способность в принципе претендовать на возможность получения беременности, если они вовремя не остановятся и не исправят ситуацию. И, к сожалению, это те состояния, которые могут быть решены, но впоследствии через многие годы могут отозваться на здоровье и детей, и самой женщины, которая имела такие эпизоды, я даже не буду говорить о нервной анорексии, но вот эта приверженность к гиперазичным формам обязательно имеет потом последствия на эндокринном здоровье и репродуктивной функции. А вот здесь возникает тогда вопрос, получается, любое отклонение, ну не то, что все-таки от нормы, оно получается не так быстро можно его с помощью даже самых современных достижений привести в норму, прошу прощения за такую тавтологию. Вот то, что вы говорите, это достаточно такой грозный звоночек, то есть годы-годы аукнется, откликнется. А с чем это связано? Это наш организм так сложно перенастраивает вот этот тонкий баланс репродуктивной функции. Что происходит с эндокринной системой, что им, по сути дела, сколько лет заболевал, столько лет ты будешь приводить себя в порядок? К сожалению, я даже вас поправлю, если вы накапливали заболевания и не обращали внимания на какие-то звоночки первые и пребывали в каких-то условиях, которые предрасполагают к развитию каких-то нарушений, то реабилитация, как показывает практика, занимает гораздо больше времени, потому что и функциональные нарушения, и нарушения питания, и нарушения сна, и нарушения продукции мелатонина в результате, например, гиперактивного или гиперизбыточного пользования различными устройствами с магнитными полями и так далее, я не буду погружаться в эту тему, к сожалению, это приводит к органическим уже нарушениям, и длительный период существования в таких несбалансированных условиях приводит уже к тому, что развиваются неопротивные нарушения. однако, я должна сказать, что даже очень грозные заболевания, если их вовремя поймать, и сейчас наука так шагнула вперед, что даже такие тяжелые и, казалось бы, ранее неопровержимые препятствия на пути возникновения, например, той же беременности можно преодолеть, например, заболевания сахарный диабет первого типа. Это диабет инсулинопотребный, который развивается в основном в детском возрасте, и раньше, например, девочек с сахарным диабетом первого типа у них были, ну, им рекомендовали не иметь беременности, во-первых, потому что очень выраженные были неврологические и сосудистые нарушения, и вынашивание беременности такой девочкой было очень, такой женщиной было очень сложно проблемным. Сейчас же настолько шагнула вперед медицинская наука, и женщины с сахарным диабетом имеют прекрасные многодетные семьи, они рожают детей, они настолько справились сейчас уже с инсулинопотребностью, которая развивается при сахарном диабете, инсулиновые помпы и различные средства мониторинга дистанционного и возможности ведения беременности на фоне сахарного диабета и обычная практическая жизнь, сбалансированная с определенным выполнением определенных условий. и это говорит о том и внушает надежду на то, что любую проблему мы можем решить, даже фантастические ситуации у нас случаются в центре и мы все равно с ними справляемся. Вот это еще момент я хотел бы все-таки для себя понять еще раз, когда мы говорим о том, как развивается организм женщины, то есть есть период детства, потом подростковая буря, когда полностью девочка становится будущей женщиной, вся идет перестройка организма, когда все это закладывается и вот уже собственно говоря период, когда девушка готова создать семью, девушка встречает любовь. И в данном конкретном случае есть ли в каждом таком этапе какие-то уязвимости, например, простуды в подростковом возрасте или какие-то перенесенные инфекции или аборты, либо какая-то попытка построить карьеру либо одновременно, когда молодой человек входит в жизнь, это клубы, это бессонные ночи, это возможно курение такое, чтобы показать родителям, что ты взрослый. как это все может быть, что наиболее сильно влияет на здоровье будущей мамы? Практически все, что вы перечислили, влияет очень серьезно, но просто у каждого организма есть свой уровень прочности, свои предрасполагающие факторы, уровень активности собственной иммунной системы, степень и барьеры, которые препятствуют разрушению нервной системы. Здесь все очень индивидуально, поэтому в принципе весь этот комплекс, который мы с вами сегодня называем, уже не первый раз, очень влияет на формирование организма женщины и ее фертильность. И мы понимаем, что пик выработки женских, да и мужских, кстати, андрогены и эстрогены наиболее бурно вырабатываются с 18 по 28 29 лет с этого момента, после 28 лет любые андрогены и эстрогены их продукции начинают потепенно снижаться с возрастом и конечно вот эта фаза избыточного максимального продукции гормонов она наиболее физиологична для возникновения беременности сейчас если мы еще говорим вот я сейчас вспомнила среди социальных явлений вы абсолютно право правильно сказали что стремление построить карьеру это тоже один из факторов который может привести к тому что будут проблемы с возникновением беременности потому что с возрастом угасает продукция и женских и мужских половых гормонов где-то к 45-50 годам там уже снижается в принципе возможность детородной функции и у женщин прежде всего карьерный рост засасывает стремление достижений в этой сфере и препятствует затем накапливаются риски накапливаются какие-то хронические и неэндокринные и эндокринные проблемы это все очень сказывается на возможности зачатия в паре впоследствии также Наталья Георгиевна прежде чем мы перейдем собственно говоря к оценке и разговору о тех уровнях технологий которые в вашем исследовательском центре используются для решения проблем у пар для развития восстановления развития репродуктивной функции еще один момент который мелькает все-таки насколько избыточные или так скажем интенсивные занятия спортом вот таким влияют на репродуктивную функцию потому что мода на спортивные вот эти кубики на прессе женщины этим переполнены журналы красоты вот эти спортивные модели особый фитнес вот это все девочки из себя лепят а насколько так скажем естественно вот такая спортивная суперформа мы же с вами понимаем что избыточная не избыточная вот такая рельефная мышечная масса богатая мышечная масса она связана в наибольшей мере с тем самым гормоном андрогеном о котором я упомянула он дорабатывается не только в теле мужчин и в теле женщин и именно он создает предпосылки для того чтобы иметь очень пластичную очень эффективную мышечную ткань и мышечную массу и не секрет что во многих клубах и все вот эти системы ЗОЖ которые включают употребление определенных смесей определенных биодобавок не всегда чуть не сказала пациент не всегда человек участвующий в этих программах знает подчас достоверно состав всего что он использует для достижения результата те самые андрогены где-то и гормон роста его эффективное использование для достижения вот этого результата о котором вы сказали все это складывается все это влияет не лучшим образом на формирование и развитие ткани яичников и работу гипофиза который регулирует работу репродуктивной системы женщины конечно это повышает риски того что организм претерпит определенные изменения которые если не будут полностью препятствовать то очень серьезно затруднят возможность иметь детей впоследствии и тогда сразу возникает вопрос когда мы уже перебрали все эти уязвимости наших организмов перед таким важным этапным периодом когда мы хотим сделать ребенка возникает тогда вопрос вот хорошо молодая семья они активно строят карьеру они говорят ну хорошо 25 мы закончим институт либо возьмем в ипотеку квартиру мы построим дом вот тогда уже мы готовы к тому чтобы ребенка если ребята которые ведут активный образ жизни кто-то там в это время там физкультуре занимается спортом еще еще кто-то в клубы ходит и возникает тогда вопрос вот к этому времени люди там 25 26 27 лет вот они вроде бы ну извините раньше я помню еще был такой достаточно страшное слово которое говорили в роддомах старой акушерке старородящее вот таким словом это оно сейчас из соображений толерантности уходит в сторону возникает вопрос если у нас вот женщина там 27 28 лет ну пора чтобы было ребенок а вот это все накопленный так скажем опыт воздействия на организм всех вот этой предыдущей жизни какой период занимает под вашим чутким ли руководством осмотром анализом состояния организма сколько надо времени и как правильно себя подготовить все-таки чтобы настроить организм к тому чтобы ну правильно зачать ребенка чтобы он был здоровый сколько надо времени на настройку организма и как это делается ну прежде всего я хотела бы сказать что термин позднеродящий или старородящий уходит сейчас не столько потому что с точки зрения толерантности и предоставления возможности взрослой маме иметь детей или взрослой семье иметь детей в связи с тем что действительно и продолжительность жизни меняется и мы научились контролировать гормональный фон и создавать в старшем возрасте возможности для того чтобы продолжить активную не только репродуктивную а в принципе активную такую гормональную активную позицию создавать фон для того чтобы очень долго сохранять возможность делать все что только не делает молодой человек но вот репродуктивная функция здесь не очень сильно может продвинуться за пределы возраста 45 лет но тем не менее и такие моменты случаются хотя конечно лучше рожать детей до тот пик когда я упомянула уже от 18 до 28 29 лет самый пик женских и мужских половых гормонов именно в этот период это создает условия для комфортной беременности для здорового малыша для здоровой его будущей жизни и чем дальше от этого периода тем с моей точки зрения раньше стоит проводить обследование перед зачатием перед планированием беременности минимум за полгода пара должна проверить уровень гормонального фона и работы всех эндокринных желез каких-то серьезных или может быть не принимавшихся в расчет не эндокринных проблем также стоит оценить но чем дальше от этого периода тем раньше стоит задуматься о здоровье пары и папы потенциального и мамы и я бы уже рекомендовала парам за 30 за 35 начинать за год до планируемой беременности налаживать свои свою гармонизацию я бы сказала у меня например есть я знаю спортивные пары которые занимаясь спортивной карьерой это не совсем то что вы говорили про фитнес клубы это тяжелый профессиональный спорт светлые нагрузки такие да огромные нагрузки это система тренировок и питания и подпитывания организма очень специфическая и вот например спортсмены которые планируют иметь детей им еще более заранее нужно начинать стабилизацию своего организма для того чтобы сбалансировать все процессы и войти в беременность очень комфортно плавно с предварительной корректировкой всех имевшихся нюансов если я уже говорила например если работа щитовидной железы неправильная Bryant если есть либо избыток либо недостаток гормона щитовидной железы и наиболее опасен именно недостаток гормона щитовидной железы то требуется определенный период для достижения хорошего уровня продукции гормонов щитовидной железы если мы говорим о очень серьезной стрессовой ситуации сейчас карьерный рост это для молодых людей такая гонка такая очень острая борьба и это тоже всегда стрессовые ситуации часто перелеты и и по работе и на отдых это также кстати сказывается на работе гипофиза гипофиз я напоминаю вырабатывает один из гормонов стрессовых он пролактин и кстати сказать треть треть 30 процентов в случае бесплодия сейчас связывается с именно с нарушением продукции именно этого гормона и гормон пролактин когда его вырабатывается слишком много в результате определенных нарушений он препятствует возникновению беременности возникновению в яичнике фолликулов и так далее то есть препятствует вообще создание условия для возникновения беременности женщин и и вот это эти проблемы которые мы сейчас уже знаем и очень хорошо изучили раньше например до конца прошлого века даже не подозревали о том что здесь можно очень легко подкорректировать и предотвратить очень большую часть случаев бесплодия и вот этих многолетних попыток безуспешных зачатий ребенка с которым сталкиваются целый ряд вы видите огромное количество пар анатолия георгиевна вот возможно именно с этим моментом связано такое но не сказать что поверье но все-таки люди как-то в последнее время поскольку широко развитые государством все-таки государство за это вкладывается экстракорпоральное оплодотворение то какой-то период пар говорят так чего убьетесь мучаетесь вы сделаете эко и все будет нормально будет у вас два малыша купите двухместную коляску насколько вот вот этот момент доступности эко и может быть и не стоит мучиться настраивать весь свой организм гормонально и парню и девушке и женщине для того чтобы это все сделал ну во-первых начнем с у нас сегодня с вами передача с таким уклоном в этические моменты во первых я начну с того что все-таки беременность это плод любви и вовсе не стоит оценивать технику экстракорпорального оплодотворения как поголовную возможность зачать ребенка возможность да но стоит ли лишать себя такого удовольствия как момент физиологического зачатия все-таки это очень приятно во вторых я уверена и я знаю что действительно государственная поддержка помоя сейчас введена на протоколы экстракорпорального оплодотворения но в данной ситуации используются эти протоколы и они скажем рекомендованы для использования именно в тех случаях когда у пары либо у одного члена этой пары либо у обоих имеются какие-то непреодолимые препятствия для возникновения беременности и к этим препятствиям относятся и заболевания хронические и серьезные нарушения непреодолимые поэтому я бы не стала популяризовать в рт по таким образом что можем мы все воспользоваться когда захотим однако у нас существует и технологии криоконсервирования то есть при желании разумеется можно заморозить свой генетический материал и впоследствии воспользоваться если вдруг здоровья не хватает тоже такие конечно протоколы есть возможности есть но не стоит лишать человека процедуры и процесса естественного зачатия своих потомков что касается например случаев использования экстракорпорального оплодотворения это конечно это прежде всего инструмент для того чтобы обезопасить маму например от определенных рисков наличия какого-то рецессивного генетического не мама точнее потомство малыша при наличии у одного или у обоих членов этой пары каких-то наследственных проблем каких-то рисков развития нездорового малыша и предамплантационная диагностика которая используется при экстракорпоральном может использоваться при эко она позволяет парам которые имеют какие-то генетические особенности риски уйти от этих рисков и родить здоровое потомство например у меня у нас есть большое количество примеров того как с генетической мутацией я не буду называть отдельные заболевания но различные заболевания которые имеют своим о своей основе генетическую мутацию и пары которые страдают этими нарушениями воспользовались и сейчас у них замечательные здоровые детки есть например при тоже тактологии например например пример например пара в которой уникальная конечно пара у нас в нашем центре мы встречаем все случаи уникальные очень интересны пара в которой один как который супруг страдает сахарным диабетом первого типа с осложнениями уже определенными такими определенными да и это несет риски самостоятельного зачатия есть отражение на сперматогенезе для мужчин с сахарным диабетом которые не следят за имеют высокий риск осложнений когда нет достаточного уровня компенсации и не очень сбалансированная инсулинотерапия такое возможно так вот папа потенциальный он имел вот эту проблему а после многолетней борьбы за получение беременности это пара придя к нам мы еще обследовали конечно же и маму вплоть до генетических исследований и обнаружились что у мамы еще более сложная проблема имея фенотип прекрасной женщины очень красивый там делось нарушение генетическое и был генотип x y то есть мужской генотип но при этом фенотип это такое есть есть такие заболевания когда все атрибуты женщины присутствуют вот генотип был исходно мужской и мы преодолели в результате многоэтапной лечебные такой программы и терапевтических методика хирургических методик преодолели все вот эти препятствия со стороны пары и имели возможность помочь им у них теперь замечательный малыш так что здесь не стоит относиться к эко как к методике продолжения рода поголовно рекомендуемой применение это все таки же мы обязательно разберемся с вот с тем как надо правильно подходить к этому процессу который конечно всем нравится нам да и я прошу наших радиослушателей наших зрителей вы все эти выпуски можете посмотреть на youtube канале дмитрий каноныхин еще раз послушать на сайте радио россии а мы после маленького перерыва все таки вернемся и разберем и случаи и рекомендации как же все таки ответственно относиться к развитию к продлению нашей жизни в наших детях наших внуках не переключайтесь будет только интереснее это российский радио университет студии дмитрий каноныхин это наш специальный проект популярная эндокринология с членом корреспондентом российской академии наук наталья георгиевна мокрышевой наталья георгиевна мы сейчас говорили о таком уникальном случае когда пришлось исследовать не просто гормональный фон отца но и исследовать генетическое здоровье матери корректировать это все с помощью специальных технологий я знаю что в вашем национальном медицинском исследовательском центре есть действует институт репродуктивной медицины соответственно расскажите об этом институте и какие методики разработки достижений исследования вы ведете в и в исследовательском центре и в институте репродуктивной медицины до институт репродуктивной медицины его создание но мы к нему пришли логически потому что все наши пациенты с эндокринными заболеваниями будь то сахарный диабет будь то опухолевый какой-то процесс передающийся из поколения в поколение будет то какие-то врожденные детские эндокринные заболевания либо приобретенные или вот допустим программа наша школа ожирения и так далее так или иначе мы каждый раз сталкиваемся с желанием наших пациентов иметь здоровое потомство иметь возможность счастливую семью иметь и адекватное развитие репродуктивной системы для того чтобы предотвратить все и для того чтобы предотвратить вот эти вот влияние эндокринных нарушений на репродуктивную систему конечно мы сложили все усилия и был создан вот этот институт и надо сказать что сталкиваясь с очень тяжелыми с очень сложными случаями проблемы репродукции у пациентов с эндокринными заболеваниями основной наш акцент сейчас направлен на профилактику нарушений репродуктивной системы и профилактика и снижение рисков заключается конечно же в компенсации и в правильном лечении и в повышении здоровья и качества жизни пациентов с эндокринными заболеваниями поэтому все вопросы репродуктивного здоровья наших пациентов мы решаем все вместе и репродуктологи и эндокринологи и это является залогом успешности успеха на всех наших проектов и планов с пациентами и у нас в отделении андрологии урологии у пациентов с эндокринными заболеваниями решаются все проблемы урологического андрологического характера какие-то проблемы мужского бесплодия мочекаменной болезни проблем предстательной железы в отделении гинекологии все проблемы женского репродуктивного здоровья проблемы риска развития поражения молочной железы и так далее и то самое отделение в рт отделение экстракорпорального оплодотворения где у нас уже насчитывается более 1100 малышей которые смогли помочь нашим пациентам родить у нас уже больше 600 девочек и почти 600 мальчиков вы послушали как поменялся ваш голос это просто такое впечатление как вы как знаете как воспитательница в детском саде это наши дети это наши малыш очень трепетно к этому относимся потому что каждый малыш это конечно результат огромного труда и пациентов и эндокринологов и репродуктологов и я должна сказать что каждую неделю каждую пятницу на встрече всего центра мы собираемся и анализируем как же у нас прошла неделя и обязательно мы узнаем информацию кто же у нас родился за эту неделю так что вот это репродуктивное здоровье пациентов с эндокринными заболеваниями это очень важная неотъемлемая часть нашей работы и ну надо сказать что одна из самых приятных зон когда у нас нам удается решить проблемы и подарить счастье родительское счастье нашим пациентам а скажите вот если вы ведете статистику по вашему этому огромному детскому саду который благодаря вашим трудам все время разрастается вы отслеживаете их гормональное здоровье тоже ведь все таки смотрите за результатом своей деятельности вот как эти детишки они развиваются как у них тоже как у них возник развивается их эндокринная система и их здоровье в целом насколько здоровое потомство получается существует различные гипотезы или наблюдения из разных я знаю учреждений разные оценки мы конечно же наблюдаем за здоровьем наших деток так случилось что буквально на прошлой неделе мы анализировали результат анализа ста таких детей которые были рождены вот мы обобщили эту информацию и должна сказать что очень хорошие результаты мы получили эндокринная система и соматическое здоровье и рост и вес и развитие интеллектуальные этих деток ничуть не отличается не хуже чем у естественно зачаток детей поэтому мы еще продолжаем эти наблюдения эту работу более того я должна сказать что эта категория детей все-таки результат в том числе и предплантационной диагностики вот потому что я напомню их родители несут подчас и генетические мутации генетические риски поэтому и у нас есть случаи рождения детей у родителей имеющих тяжелые генетические нарушения но они также хотят иметь деток и мы помогаем им рождать здоровых детей поэтому здесь вот ну это отдельная тема конечно где здоровье детей рожденных в к у нас есть и личный опыт у ряда сотрудников мы знаем как это трепетно как это важно и как это ценно я для себя сделал вывод что фактически нормой таким нормальным семейным стандартам это является не просто так за полгода перестать там курить пить боже упаси еще что-то а все-таки провести гормональное генетическое исследование все-таки что же мы за пара ты и я и каких детей мы мы можем сделать то есть принципе и что нам делать под руководством врачей я правильно понимаю что в принципе это надо делать каждым вот если семейная пара то не помешало бы на всякий случай или это просто лучше как хорошая такая практика это лучшая практика которую мы призываем не только пациентов с эндокринными заболеваниями а мы стараемся популяризовать превентивные методы диагностики и профилактики болезней и детей и их родителей и акцент ну вот мы сейчас уже вплоть до того что мы так ушли в эту борьбу за профилактику что практически национальный центр эндокринологии уже погружается в первичное звено со своими предложениями и действиями и мы практически все даже тех кто считает себя абсолютно здоровыми те пары которые планируют зачатие в самый комфортный для репродуктивной функции период они также им целесообразно проходить обследование то есть это должно стать абсолютно рутинной практикой оценка собственного и репродуктивного и общего соматического здоровья пер прежде чем зачать ребенка я должна сказать что те кто являются родителями знают какая-то ответственность какая-то нагрузка и для организма матери и отца и большая ответственность в каком состоянии родители получат этого малыша и от этого зависит как много сил они смогут потратить на малыша как много своего здоровья они смогут вложить в него и жизни будущее формирование организма ребенка она очень серьезно зависит и от привычек этой семь пары и от норм труда отдыха спорта питания и если пациент например ну банально имеет избыточный вес то с чего я начала то зачав ребенка эта пара рискует передать ему этот избыточный вес если они не подкорректируют например перед возникновением беременности свои пищевые привычки физические привычки то есть это очень большая ответственность рождения ребенка и каждый я считаю должен подготовить себя к этой очень серьезной ноши получается что фактически надо вводить такую моду стандартно без вот как мы чистим зубы да как мы все-таки занимаемся личной гигиеной фактически это личная гормональная и генетическая гигиена получить анализы перед тем как приступить к этому приятному акту да и понимать как что делать если врач обнаружит а тогда возникает вот молодая семья вот я очень люблю такие эксперименты молодая семья что вы порекомендуете куда обращаться ведь все же слушают и говорят вот у вас там в москве так есть какой-то уникальный центр а мы на периферии а чем мы хуже тех людей которые могут попасть вам каким-то чудом как нам быть как нам действовать если мы живем ну там далеко от областного центра как правильно делать ребят во первых к нам в центр попасть совсем несложно и все наши ресурсы на про внешние они направлены на то чтобы облегчить путь пациента к тому чтобы либо у нас либо на любой другой площадке медицинской либо дома у себя в любом регионе страны проверить свое здоровье при необходимость при желании зачать ребенка и здесь не нужны какие-то избыточные стартовые позиции я думаю достаточно прийти к терапевту который или день и гинекологу к эндокринологу и пройти себе такой вот план составить определить показатели гормонального фона работы щитовидной железы работы надпочечников сделать скрининг у кардиолога нет ли каких-то нарушений которые могут навести на мысль что есть сбои там репродуктивной или эндокринной системы посмотреть хронические какие-то заболевания привести сбалансировать я не думаю что это очень сложно а вы абсолютно правы я считаю что атрибутом цивилизованного высоко развитого общества должна быть очень востребованная очень такая жесткая практика ответственности за здоровье семьи за здоровье каждого человека и конечно же за здоровье наших детей ваш центр фактически задает стандарты в медицинской отрасли по всем вопросам связанным с эндокринологией но и больше чем эндокринологии если сейчас такие продвинутые молодые семьи захотят зайти на ваш сайт или куда-то обратиться они могут увидеть вот этот стандарт поведения к если вот хотим мы сделать ребенка здорового счастливого вот набор этих анализов или это посоветует врач которого учите дистанционно в том числе по всей стране разумеется мы и вопросы репродуктивного здоровья обсуждаем наших образовательных циклах и сейчас у нас есть пакеты для планирования беременности определенные но все-таки наверное при возможности я бы порекомендовала обратиться эндокринологу и репродуктологу для того чтобы все-таки нюансов достаточно много у каждой пары и у каждого будущего родителя поэтому хорошо бы поговорить с доктором и немножко расширить персонализировать поиск тех проблем которые могут быть потому что можно лабораторное исследование и стандартный пакет сделать и уже конечно львиную долю проблем предотвратить но все-таки мы практикуем персонализированная медицина и мы практикуем индивидуальный подход каждой паре к каждому пациенту Наталья Георгиевна я благодарю вас за эту беседу я счастлив что вы так тепло отзываетесь о вашем детском саде о тех детках которые появляются с вашей помощью я желаю нашим радиослушателям нашим зрителям здоровья больше детей больше счастья семейного это же и личная жизнь от этого зависит и всего самого наилучшего и будьте счастливы до свидания спасибо дмитрий спасибо дмитрий